Если есть эти продукты, соблюдать эти рекомендации, то проблем с эрекцией, с потенцией у вас никогда не будет. Давайте сегодня разберёмся, какие же основные правила должны соблюдать абсолютно все мужчины, чтобы на протяжении всей жизни, даже в зрелом возрасте, абсолютно никаких проблем у вас не было. Поэтому не переключайтесь, обязательно посмотрите это видео. Друзья мои, многие подписчики, кто попробовал уже данные методики, они действительно отмечают потрясающие результаты. Многие мне пишут, что действительно все эти рекомендации очень хорошо применимы в жизни и очень хорошо работают. Поэтому я вам крайне рекомендую. Также, друзья мои, подписаны ли вы в мой телеграм-канал? Вопрос. Если ещё не подписаны, обязательно подписывайтесь. Там я ежедневно, специально для вас публикую самый интересный материал. Интересные статьи, видео, свои фотографии, подкасты. Поэтому я очень стараюсь, поэтому каждого из вас я жду. Первая ссылочка в описании. Всё, что вам нужно, просто перейти, подписаться, делиться вашим мнением. Пожалуйста, пишите комментарии, тоже специально для вас они открыты. И мы будем с вами чаще встречаться и общаться. Ну что, друзья мои, давайте начнём. Какие же основные проблемы? И вообще, я уже вам говорила про то, что проблем сейчас так много с потенцией, именно из-за того, что у мужчин нет регулярной половой жизни, нет правильного питания и нет абсолютно никакой физической нагрузки. То есть это основные моменты, почему возникает простатит в том числе, почему возникают проблемы с потенцией, с эрекцией. И на эти моменты я крайне рекомендую вас обратить внимание. Но давайте сегодня поговорим по порядку. То есть вот что должно быть на вашем столе? Что вы должны есть практически ежедневно для того, чтобы избавиться абсолютно навсегда от проблем с потенцией? Да, может быть, вы сейчас смотрите и вы думаете, да, ну, какие там продукты, мне ещё, да, проблем с потенцией ещё 10 лет. Хорошо, если вы так думаете. Я прям очень за вас сильно рада, я вам честно говорю, без доли сомнения. Но, друзья мои, что я хочу сказать? Что всё наш организм – это большой механизм, который непрерывно работает. И он работает в совокупности, то есть все наши органы и системы работают и взаимосвязаны. То есть как вы с молодости будете себя защищать, защищать свой организм, какие вы будете себе устанавливать правила, так и дальше у вас будет идти. А, конечно, когда вам уже исполнилось достаточно много лет, когда вы всю жизнь неправильно питались, да, был малоподвижный образ жизни, и мы получаем серьёзные проблемы с потенцией эрекции, конечно, уже повлиять можно, но уже намного тяжелее. Поэтому давайте сегодня разберёмся. Основные моменты, продукты, на которые стоит обращать внимание. Я вам крайне рекомендую своего рациона исключить всё очень сладкое, очень жирное и очень мучное, скажем так, да. То есть постарайтесь избавляться из вот этой промышленной выпечки, кондитерских изделий, тортики, пирожные, пирожочки, бутербродики. Постарайтесь от них избавляться. Я понимаю, очень тяжело, потому что многие на перекус берут, кто-то любит пирожки там в буфете, в столовой покупать. Но, тем не менее, от этого нужно максимально точно избавляться. И уже вы увидите потрясающий результат. То есть вот стоит только вот от этого избавиться, да. Допустим, перестать майонезить всё, да. Перестать там всё сжарить-пережарить. Перестать употреблять вредные привычки, да. Ваши там пиво, ваши крепкие напитки, да. Хотя бы их снизить до минимума, хотя бы. Следующий момент – это курение. То есть в совокупности это на ваш организм играет очень важную роль. И в том числе на вашу потенцию, да. То есть действительно, я проводила многократный опрос у мужчин, у которых возникают сексуальные дисфункции. Практически 95% употребляют алкоголь, табак и так далее. То есть это всё сказывается негативно. Что же нужно есть? Я не говорю, что питайтесь, друзья мои, сельдереем, шпинатом, там, петрушкой. Они должны быть в вашем рационе. Никто не пытается из вас там сделать кролика или зайчика. Да, то есть их нужно включать. То есть постараться больше есть салатов. Салатов абсолютно любых, но без майонеза, да. То есть чтобы они были более-менее натуральные. Чтобы там была зелень обязательно. Помидорчики, огурчики, пожалуйста, используйте семечки, да. Семечки подсолнечника, подсолнуха, тыквенные семечки. Это кладезь полезных витаминов и микроэлементов. А в тыквенных семечках также содержится огромное количество цинка. Причём они достаточно доступные и очень удобные. Допустим, взять на перекус вместо бутерброда горсточку этих семечек, да, или орешек. Следующий момент. Это обязательно, обязательно из своего рациона убираем красное мясо, заменяем на белое мясо. То есть это мясо птицы или рыбу. Причём, друзья мои, любую. Я вам сейчас не говорю. Покупаем креветки, устрицы, да, или ещё что-то. То есть идём на рынок, на магазин. Сейчас видов рыб, ну вот, на мой взгляд, штук 20. Вы можете выбрать любую рыбу, которая вам необходима и которая вам подходит, да. То есть по карману. Пожалуйста, выбирайте, готовьте её. И действительно вы увидите потрясающий просто результат для своего здоровья. И главное, для своей потенции и для своей эрекции. Дальше фрукты, гранатовый сок, ягоды. То есть вот всё это действительно очень полезно сказывается на вашем здоровье. То есть у вас не будет проблем с сердечно-судистой системой и, как следствие, проблем с потенцией. Поэтому вы обязательно попробуйте и обязательно включайте в вашу жизнь активные движения, нагрузки. Это тоже очень важно. Также, друзья мои, совсем скоро у меня выходит новая моя книга, которую я специально для вас очень долго готовила. Мой мужчина, моя крепость. Там мы разбираем все секреты мужского здоровья. Как сохранить вашу сексуальность. Как привнести в вашу жизнь что-то новое. Как сохранить вашу потенцию долгое время. Поэтому ссылочка в описании. Уже возможен предзаказ специально для моих подписчиков по супер уникальной цене. Поэтому торопитесь. Количество экземпляров ограничено. Я вам желаю огромного здоровья, чтобы проблем с потенцией у вас никогда не было. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok